Всем привет! С вами сегодня я, Алина Ковылина, и сегодня мы будем добавлять аудио и видеозвонки в React Native приложение с помощью Vox Implant SDK. Ну что ж, начнем. Для начала нам нужно зайти в панель управления. Для этого нужно перейти на сайт Vox Implant. В правом верхнем углу видим кнопку «Войти», выбираем поле «Login on Platform», вводим данные своего аккаунта или регистрируем новый. После этого попадаем в панель. Для того, чтобы совершать звонки с помощью Vox Implant, необходимо сначала настроить ваш аккаунт. Настройка аккаунта начинается с создания приложения. Приложение Vox Implant – это контейнер, который объединяет настройки звонка и пользователей для конкретного кейса. Создадим приложение и назовем его Call. Для звонка нам необходимо создать двух пользователей – User1 и User2. UserName – это уникальный идентификатор пользователя в рамках созданного приложения Vox Implant. Пароль можно придумать самостоятельно или сгенерировать автоматически. DisplayName – это отображаемое имя пользователя, которое можно будет получить в мобильном приложении из SDK после успешной авторизации. Далее перейдем к созданию сценария Vox Engine. Сценарий – это JavaScript-код, который управляет звонком. Для обработки звонка из приложения требуется обработать событие CallAlerting, в котором содержится вся информация, необходимая для звонка, на другого пользователя. Давайте воспользуемся функцией Vox Engine.CallUser для создания этого самого звонка. Функция CallUser принимает в качестве параметра объект CallUserRequest, где нужно указать следующее. Юзернейм – пользователя, которому будем звонить. Дисплейнейм – отображаемый имя инициатора звонка. CallRead – пользователя, который совершает звонок. Видео – булевый параметр, который определяет, должно ли быть видео в звонке. Scheme – объект, в котором содержится внутренняя информация о поддерживаемых аудио и видеокодеках. Ее необходимо передать в восходящий звонок для успешного согласования. Соединим два звонка с помощью Easy Process API. Оно добавляет все необходимые обработчики событий для передачи информации между двумя звонками. А последним шагом настройки приложения Vox Implant является создание правил в разделе Роутинг. Поскольку в рамках приложения можно создавать разные сценарии обработки звонков, правила нужны нам, чтобы указать платформе, какой именно сценарий запустить для конкретного звонка. При создании правила требуется указать паттерн, которому будет соответствовать имя вызываемого пользователя, и выбрать сценарий, который будет выполняться. В данном случае нам подходит стандартный шаблон. По нему все звонки будут обрабатываться по нашему сценарию. А сейчас мы открываем терминал и приступаем к созданию проекта. Создать приложение React Native можно двумя способами. Используя Expo CLI или используя React Native CLI. Vox Implant React Native SDK использует нативные модули, которые необходимо интегрировать в процессе сборки приложения. Поэтому мы воспользуемся подходом React Native CLI. Создадим проект с помощью запуска команды npx-react-native-init и назовем его CallApp. React Native CLI создаст проект со всеми необходимыми нам базовыми зависимостями, как для Android, так и для iOS, и стартовым экраном. По окончании выполнения данной команды можно будет сразу построить Android и iOS-приложения. В приложении, которое мы сегодня напишем, будет несколько экранов. Экран авторизации пользователя, экран совершения исходящего звонка, экран активного звонка, экран получения входящего звонка. Для навигации между экранами воспользуемся стандартным решением – библиотекой React Navigation. Установим все необходимые модули для этой библиотеки, просто воспользовавшись официальной документацией. А также нам потребуется установить Vox Implant React Native SDK. Откроем наш проект VD. Мы заранее подготовили реализацию UI всех необходимых экранов, а также несколько вспомогательных файлов, которые нам потребуются для создания приложения. Добавим все файлы в проект и дожидаемся окончания индексации проекта. Теперь зайдем в файл app.js, который был сгенерирован автоматически при создании проекта, и уберем из него стартовый экран, шаблон и стили. Добавим в самое начало файла подключение React Native Gesture Handler согласно документации, и создадим компонент Navigation Container, который будет управлять логикой перехода между экранами. Для нашего простого приложения достаточно воспользоваться Stack Navigator. Он будет размещать каждый новый экран поверх предыдущего. Добавим каждый экран, их всего 4, нашего приложения через Stack Screen с указанием необходимого компонента. Для всех экранов, кроме экрана авторизации, добавим в опцию отключения перехода из предыдущего экрана в Toolbar. Переход на предыдущий экран будет происходить через другие UI элементы экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Давайте попробуем запустить наше приложение и проверим навигацию между экранами. Для запуска девелопмент сервера выполним команду react-native-start А для построения Android и iOS приложений run-android-run-iOS Поскольку мы строим приложение в первый раз, это может занять какое-то время Продолжение следует... Как видите, при запуске возникла ошибка, поскольку на экране не был сделан импорт react Добавим его и сохраним изменения И приложение автоматически обновится Давайте проверим навигацию С экрана логина, при успешной авторизации пользователя, мы будем попадать на главный экран, где можно будет сделать исходящий звонок При совершении исходящего звонка мы должны попасть на экран звонка, где будет отображаться статус соединения и кнопка завершения звонка Экран входящего звонка разберем при его реализации Запустим также приложение на iOS и проверим навигацию в нем Для этого необходимо перейти в папку iOS и выполнить команду potinstall Данная команда установит все необходимые зависимости для React Native и Vox Implant SDK Продолжение следует... После ее выполнения можно запустить приложение команды React Native Run iOS Продолжение следует... 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 Сборка нашего проекта произошла с ошибкой, связанной с модулем Flipper. Flipper – это платформа для отладки мобильных приложений, но нам она не потребуется. Поэтому мы уберем ее подключение к iOS-приложению в PodFile и пересоберем проект, повторив предварительно команду PodInstall. Флиpper – это платформа для отладки мобильных приложений. Успешно запустилась, навигация работает так же, как и на Android-приложении. Давайте приступим к реализации первого экрана – экрана авторизации. Подключим VoxImplant React Native SDK и воспользуемся методом voximplant.getInstance для получения объекта Client. Интерфейс Client предоставляет API для установки соединения с VoxImplant Cloud и авторизации пользователя, которые нам потребуются для реализации этого экрана. Объявим две переменные состояния User и Password с использованием hook'a UseState для получения вводимых данных с экрана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу добавим вызов функции SetUser и SetPassword в обработчик TextInput. Сразу добавим вызов функции SetUser и SetPassword в обработчик TextInput. Продолжение следует... Реализуем асинхронную функцию Login, которая будет использовать введенные данные для авторизации пользователя в VoxImplant Cloud. Все используемые методы VoxImplant SDK в данной функции асинхронны и возвращают Promise, поэтому применим конструкцию TryCatch. Воспользуемся API GetClientState для получения текущего состояния клиента. У клиента может быть пять состояний. Disconnected, Connecting, Connected, LoggingIn, LoggedIn. Состояние Disconnected указывает на то, что соединение с VoxImplant Cloud не установлено и для дальнейшей работы необходимо его установить. Для этого используется API Client.Connect. В случае успешного соединения мы можем выполнить авторизацию пользователя. VoxImplant SDK предоставляет три способа авторизации. Первая по паролю, вторая по токену, третья по одноразовому ключу. Мы будем использовать пароль. Для авторизации по паролю в метод Login нужно передать полный юзернейм и пароль. Полный формат юзернейм включает в себя следующее. Юзернейм, название приложения и аккаунта VoxImplant и VoxImplant.com в кавычках в конце. Юзернейм берем из поля ввода на экране, название приложения и аккаунта из заранее подготовленных констант VoxImplant, нижнее подчеркивание App и VoxImplant, нижнее подчеркивание Account и формируем необходимый формат. Если авторизация пользователя прошла успешно, переходим на следующий экран Main. Теперь обработаем возможные ошибки в Catch-блоке. Ошибки могут возникать как при установке соединения VoxImplant Cloud, так и при авторизации пользователя. Если нам не удалось установить соединение, сработает событие Connection Failed. В большинстве случаев такая ошибка говорит о проблеме с интернет-соединением. Давайте создадим для каждой ошибки сообщение, которое будем показывать пользователю в Alert. При ошибке авторизации сработает событие AddResult с кодом ошибки. Создадим для каждого кода свое сообщение и вынесем это в отдельную функцию. А теперь рассмотрим следующие ошибки, связанные с полученными данными. Первая 401 – неправильный пароль. Вторая 404 – неправильный юзернейм. Также возможны и другие ошибки, которые мы пока оставим в дефолт-кейсе. Продолжение следует... 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 об ошибке пользователя. Для простоты воспользуемся алертом с одной кнопкой и вызовем функцию ShowLoginError в завершении обработки ошибки в кетчблоке. Последним пунктом добавим вызов метода логин при нажатии соответствующей кнопки. Субтитры создавал DimaTorzok Перезапустим Android приложение и протестируем все изменения. Здесь мы проверяем, что наша навигация работает успешно, мы вводим данные логина и пароля и убеждаемся, что авторизация также проходит успешно и переходим на следующий экран. А теперь перезапустим iOS приложение и проверим также навигацию. Здесь мы снова проверяем, что наша навигация работает успешно, мы вводим данные логины и пароли и убеждаемся, что авторизация также проходит успешно и переходим на следующий экран. Перейдем к реализации основного экрана приложения, с которого будет совершаться исходящий вызов. На данном экране у нас есть поле для ввода юзернейм вызываемого пользователя. Объявим переменную состояние CallE с использованием хука UseState для получения введенного имени пользователя. Продолжение следует... И напишем функцию MakeCall с параметром IsVideoCall, который будет вызываться при нажатии на кнопку Call. Для аудиозвонка потребуется доступ к микрофону, а для видеозвонка к микрофону и к камере. В случае андроида разрешение к микрофону и камере запрашивается на стороне приложения. Если доступ к микрофону или камере отсутствует, SDK не позволит создать исходящий звонок. Поэтому сначала делаем проверку на необходимые разрешения и запрашиваем их, если они отсутствуют. А для работы с разрешениями на андроиде достаточно воспользоваться встроенным модулем Premission Android. Создадим массив необходимых разрешений. Для аудио и видеозвонка нужен доступ к микрофону. Если мы собираемся создать видеозвонок, то будет нужен доступ к микрофону. Так же и к камере. Поэтому добавим разрешение для камеры под условия. Запросим разрешение через API Permission Android.RequestMultiple. Данная API возвращает объект, в котором запрашиваемое разрешение это ключи, а статусу разрешения, одобрено или отклонено, значение. В случае, если разрешение одобрено пользователем, значение результата будет granted. Далее проверяем статус по всем запрошенным разрешениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если необходимо сделать видеозвонок, но разрешение на доступ к камере не получено, то выводим сообщение в лог. Таким же образом обрабатываем ситуацию, если ни одного из требующихся разрешений нет. В дальнейшем эти сообщения можно заменить на визуальное оповещение для информирования пользователя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Только когда все разрешения будут выданы, мы сможем перейти на экран активного звонка. Для этого нам нужно будет передать следующие параметры. IsVideoCall – булевый параметр, определяющий тип звонка, аудио или видео. Callee – имя пользователя, которому будем звонить. IsIncomingCall – булевый параметр, определяющий направление звонка, входящий или исходящий. А в завершении работы над основным экраном добавляем обработчик ошибки на запрос разрешений пользователя. Субтитры Алексею Дубровскому! А также вызов функции MakeCall при нажатии на кнопку Call. Пока что с параметром IsVideoCall равно False. iOS просит разрешения пользователя автоматически при первой попытке обращения SDK к микрофону. Однако необходимо добавить в info.please информацию о том, что приложению могут потребоваться доступ к микрофону и камере. Для этого откроем основной файл проекта callapp.xc-workspace-vixcode. Он достаточно долго открывается. И откроем наш файл info.plist. Добавим новые ключи Privacy, Microphone Usage Description и Privacy Camera Usage Description. В качестве значения для этих ключей укажем, зачем необходим доступ к этим ресурсам, а именно для совершения аудио и видеозвонков. В дальнейшем данные пояснения будут показаны пользователю при первом обращении к камере и микрофону для запроса доступа. Запустим и проверим наш код на Android и iOS. На Android при нажатии на кнопку появляется запрос на доступ к микрофону. Результат обрабатывается корректно и при получении разрешения от пользователя мы переходим на экран звонка. На iOS пока что ничего не происходит. Мы просто переходим на следующий экран. Перейдем к реализации экрана активного звонка. Здесь мы будем создавать сам звонок, обрабатывать его события и завершать его. При переходе на данный экран мы передаем параметры, упомянутые ранее. Получить их на данном экране можно через road.params. Объявим переменное состояние CallState, с помощью которого будем обновлять статус звонка в компоненте Text. Зададим начальное значение Connecting, поскольку при переходе на этот экран звонок только начнет устанавливаться. Кроме того, нам потребуется объект Client, который мы также получим через API. VoxImplant.getInstance Воспользуемся хуком S-Effect для создания и инициализации. Для создания исходящего звонка нам потребуется сначала создать объект CallSettings, в котором задаются основные настройки звонка. Такие как настройки видео и дополнительные данные для передачи в сценарии VoxEngine. В зависимости от типа звонка, аудио или видео, необходимо указать, нужно ли принимать или отправлять видео при старте. Если мы делаем аудиозвонок, устанавливаем параметр SendVideo и ReceiveVideo, как False. В нашем случае это значение берется из параметров роутинга. Напишем отдельную функцию MakeCall для создания исходящего звонка, поскольку в дальнейшем нам нужно будет обрабатывать в сайт эффекте и входящий звонок. Для создания исходящего звонка вызовем apiclient.call и первым параметром передадим имя вызываемого пользователя, а вторым созданный ранее объект CallSettings. Client.call.appi возвращает Promise, который при успешном создании звонка и его начале отдаст нам объект звонка. С помощью этого объекта мы сможем в дальнейшем управлять звонком. Давайте расширим область видимости переменной Call до области видимости сайд эффекта для взаимодействия с ней за пределами функции MakeCall. Уникальным идентификатором звонка является CallID. Воспользуемся им, чтобы сохранить звонок в отдельном хранилище для получения доступа к его объекту за пределами сайд эффекта. Для сохранения CallID воспользуемся хуком UseRef. Начальное значение возьмем из параметров роутинга, передаваемых для входящего звонка. Для исходящего звонка выставим значение сразу после его успешного создания. Сохраним объект звонка в хранилище. Хранилище звонков в самом простом случае представляет собой контейнер Map, в котором ключами являются CallID, а значениями объекта звонков. Продолжение следует... Продолжение следует... После создания звонка необходимо подписаться на его события. Для этого напишем отдельную функцию Subscribe to call events. Для получения любого события звонка необходимо просто воспользоваться API call.on, в котором первым параметром передаем название события, а вторым параметром его обработчик. Все события звонка представлены в call events. Рассмотрим основные события звонка. Connected. Получение данного события означает установку соединения между участниками. В данном событии мы можем получить дополнительные SIP-заголовки, переданные из сценария VoxEngine. В зависимости от состояния интернет-соединения может пройти 2-3 секунды до получения первых аудио- или видеопакетов. Disconnected. Возникает при завершении звонка. В данном событии мы также можем получить дополнительные SIP-заголовки. Никакие действия со звонком невозможны после получения этого события. При его получении сделаем переход на основной экран приложения и удалим объект звонка из нашего хранилища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фейлд. Возникает, когда невозможно установить соединение по какой-либо причине. Код ошибки и описание доступно в объекте CallEvents. В данном событии мы также можем получить дополнительные SIP-заголовки. При получении этого события также сделаем переход на основной экран приложения и удалим объект звонка из нашего хранилища, поскольку никакие действия со звонком более невозможны. Progress on Start можно использовать для начала проигрывания гудков локально на клиенте с использованием Audio File API. Это событие будет вызываться только для исходящего звонка. При реализации проигрывания гудков на стороне приложения необходимо также подписаться на событие Progress on Stop, при наступлении которого проигрывание гудков необходимо остановить. В нашем демо приложении мы используем событие Progress on Start для отображения и изменения состояния звонка. При его наступлении поменяем CallState на Ringing. Вызовем новую функцию сразу после создания звонка. Добавим вызов Make Call в SideEffect, если звонок не входящий. И, наконец, вернем функцию CleanUp для сброса эффектов, в которой мы удалим все обработчики событий звонка. Для их удаления достаточно просто вызвать APICall.off и передать название события. В этом случае удалятся все ранее установленные обработчики. Colonных перепводчиков звонка. И, точка, вы заберете добавить? visitEE+. У Mac東 ТВ Для того, чтобы SideEffect сработал один раз, укажем в массиве зависимости какой-либо неизменяемый параметр звонка, например, isVideoCall, который мы получаем через роутинг. Отключим предупреждение от ESLint. Субтитры создавал DimaTorzok Также необходимо добавить функцию, которая будет завершать текущий звонок по нажатию на кнопку EndCall. Для ее реализации воспользуемся хуком UseCallback. Получим объект из звонка из хранилища по CallID и вызовем API call.hangup. Субтитры создавал DimaTorzok Как только звонок завершится, мы получим событие Disconnected, на которое подписались ранее и по которому перейдем на главный экран приложения. Вернемся к событию CallFailed и выведем ошибку пользователю через alert. Причину ошибки установки звонка получим через параметр Reason. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавим Import UseEffects, который мы забыли указать в коде ранее, и протестируем наши изменения. Заново выполним авторизацию пользователя. При авторизации мы получим ошибку из дефолт кейса Ошибка связана с тем, что при обновлении React Native в приложение Состояние нативных SDK не изменилось Но изменилось состояние на уровне React Native JS кода При нажатии на кнопку Login был вызван метод client.login Который вернул ошибку 491 Invalid state Что означает, что пользователь уже авторизован Добавим эту ошибку в наш обработчик Теперь ошибка отображается в алерте Для того, чтобы избежать ее появления Проверим состояние клиента перед вызовом метода Login И будем вызывать его только если текущее состояние connected Попробуем совершить исходящий звонок на другого пользователя User2 После начала звонка видим, что его состояние поменялось на рингинг При событии Progress Don't Start Поскольку мы еще не реализовали экран входящего звонка И не можем ответить на звонок на другом клиенте Ожидаем получения события CallFailed и вывод ошибки на экран Перейдем к реализации экрана входящего звонка Получить события в входящем звонке можно только если клиент авторизован Поэтому подпишемся на события InCommonCall на основном экране приложения Для этого нам потребуется InstanceClient и HookUseEffect InstanceClient получим через voximplant.getinstance.api, как и на других экранах Подпишемся на события InCommonCall через client.onapi Субтитры сделал DimaTorzok При получении данного события мы получим объект входящего звонка И сохраним его в нашем хранилище для возможности дальнейшего управления на других экранах Исправляем синтаксическую ошибку и сохраняем Возвращаем функцию в CleanUp из эффекта, в котором отписываемся от событий InCommonCall Вернемся к обработчику событий входящего звонка И добавим переход на экран, где пользователь сможет принять или отклонить звонок В параметры роутинга же передадим CallID для дальнейшей работы с конкретным звонком Другие параметры на экране входящего звонка нам не потребуются Экран входящего звонка в нашем примере состоит из компонентов текст, отображающих имя звонящего и двух кнопок для приема и отклонения звонка соответственно Получим CallID из параметров роутинга и объявим переменную состояние Color с использованием hook'a UseState Воспользуемся также hook'a UseEffect для того, чтобы подписаться на события Disconnected Данное событие будет вызвано, если пользователь пропустил входящий звонок или сбросил его самостоятельно А также оно будет вызвано, если пользователь ответил на звонок на другом устройстве Для определения такого случая в событии Disconnected есть параметр Answered Elsewhere, который в этом случае будет иметь значение True При получении событий Disconnected удалим объект звонка из хранилища, поскольку никакие действия с этим звонком более не возможны И вернем пользователь на предыдущий экран Обязательно вызовем функцию CleanUp для удаления обработчика завершения звонка Продолжение следует... Заменим текст из шаблона экрана на переменную состояние Color для отображения имени звонящего пользователя И напишем две функции AnswerCall и DeclineCall, которые будут вызываться при нажатии на соответствующие кнопки на экране В функцию AnswerCall сразу добавим параметр IsVideoCall, который мы позже сможем использовать для ответа на звонок с видео Сразу добавим вызов новых функций в обработчике кнопок в компоненте Для тестирования аудиозвонка передадим в AnswerCall False Сначала напишем реализацию функции DeclineCall Прежде всего нам необходимо получить объект звонка из хранилища по CallID и вызвать apiCall.decline После обработки сброса вызова SDK вернет событие Disconnected, которое мы обработали ранее в эффекте, и произойдет переход на основной экран приложения Для ответа на звонок необходимо сначала выполнить проверки на доступ к микрофону и камере, которую мы реализовали для экрана исходящего звонка Скопируем код из основного экрана приложения Изменим параметры роутинга на экран звонка Укажем, что звонок входящий и передадим его CallID вместо имени вызываемого пользователя Продолжение следует... Продолжение следует... Также нам необходимо отобразить имя пользователя, от которого пришел входящий звонок В Eximplant SDK предоставляет интерфейс Endpoint, который содержит информацию о другом участнике звонка Для получения объекта Endpoint необходимо воспользоваться apiCall.getEndpoints, который возвращает массив Endpoint В случае звонка между двумя пользователями массив будет содержать один элемент Используя Property Display Name, мы можем использовать Display Name, который ранее задавали в Eximplant Control Panel при создании пользователя Проверим реализованную функциональность Проходим заново авторизацию на Android Авторизация у нас прошла успешно Теперь попробуем авторизоваться на iOS и делаем исходящий звонок с iOS приложения на Android приложение На iOS мы получили ошибку при создании звонка Все из-за того, что пользователь был не авторизован Вернемся к экрану авторизации и исправим этот кейс Метод Login не был вызван, поскольку состояние клиента было disconnected И после установки соединения в Eximplant Cloud мы не запросили новый стейт Для быстрого решения проблемы добавим вызов метода Login сразу после установки соединения Обновим приложение и попробуем снова сделать исходящий вызов с iOS на Android Звонок был успешно создан на стороне iOS и получен на стороне Android На экране входящего звонка мы видим корректное отображение Display Name пользователя с iOS приложения Если мы завершим вызов на стороне iOS приложения, на обоих клиентах произойдет переход на основной экран приложения Вернемся к экрану активного звонка и добавим недостающий код для ответа на звонок Создадим функцию AnswerCall в рамках нашего эффекта Для ответа на звонок получим объект входящего звонка из хранилища по CallID Которую мы передадим в параметр роутинга при переходе с экрана входящего звонка на экран активного звонка Сразу подпишемся на все необходимые события, используя функцию SubscribeToCallEvents так же, как было сделано для исходящего звонка И ответим на звонок, используя api.call.answer и объект CallSettings Вызовем функцию AnswerCall в ранее подготовленном условии Давайте проверим работоспособность звонка Повторим звонок с iOS приложения на Android приложение При ответе на Android мы получили ошибку NotFound Такая ошибка возникает для исходящего звонка, если в качестве вызываемого пользователя указывается несуществующий пользователь Vox Implant Получается, что при ответе на звонок вызывается не AnswerCall, а MakeCall А в SDK передается пустая строка вместо имени пользователя Проверим параметр роутинга на экране звонка Значение параметра IsIncomingCall корректно на экранах исходящего и входящего звонка, но название параметра не совпадает Давайте исправим данную опечатку и повторим тест Ну вот, звонок успешно установился между пользователями Давайте также проверим корректность работы отклонения вызова Сделаем звонок из Android приложения на iOS и отклоним его На стороне Android получаем событие CallFailed с причиной Declined Все работает корректно Ну что ж, настало время превратить наш аудиозвонок в видео Написанные ранее методы по созданию исходящего звонка и ответу на входящий звонок уже имеют параметр IsVideoCall, с помощью которого настраивается отправка и прием видео в самом начале звонка Для полноценной работы именно видеозвонка нам осталось только отобразить локальное и удаленное видео Каждый видеопоток, локальный с камеры устройства или удаленное от другого участника звонка представлен в SDK интерфейсом VideoStream Для отображения видеопотока необходимо использовать компонент VideoView Создадим отдельный контейнер для отображения локального удаленного видео И добавим в него два компонента VideoView Сначала для удаленного видео, потом для локального Связь между VideoView и VideoStream происходит через уникальный идентификатор StreamID, получить который можно через соответствующее событие звонка Компонент VideoView также содержит property ScaleType, в котором можно вставить значение Scale нижнее подчеркивание Fill или Scale нижнее подчеркивание Fit При значении ScaleFill видеопоток будет отображаться в VideoView, полностью заполняя его размер с сохранением Aspect Ratio, но часть видео может быть обрезана При значении ScaleFit размер видеофреймов будет вписан в размер VideoView с сохранением Aspect Ratio При добавлении VideoView для локального видеострима можно также использовать property ShowOnTab Если выставить True, локальное видео будет отображаться поверх других компонентов при пересечениях Свяжем добавленные компоненты VideoView с видеопотоками Для этого сначала объявим переменные состояния LocalVideoStreamID и RemoteVideoStreamID Подпишемся на событие звонка LocalVideoStreamAdded которая будет сигнализировать о том, что локальный видеопоток создан и готов для отображения. В данном событии мы получим объект VideoStream и сохраним его уникальный идентификатор в переменную состояние LocalVideoStreamId. Сразу добавим удаление обработчиков функции CleanUp. Установим значение VideoStreamId у компонентов VideoView для локального и удаленного видео из соответствующих переменных состояний. Для отображения локального видео у нас все готово. А вот для получения удаленного видеопотока нам необходимо подписаться на события Endpoint. Получить объект Endpoint можно через api.call.getEndpoints, который мы использовали на экране входящего звонка, или подписавшись на события звонка EndpointAdded. Воспользуемся здесь событием EndpointAdded. С его помощью мы получим объект Endpoint и сохраним его в отдельную переменную. Сразу же добавим удаление обработчика нового события в функции CleanUp. Напишем отдельную функцию SubscribeToEndpointEvents, в которой подпишемся на события Endpoint. Для получения идентификатора видеопотока другого участника нам потребуется событие RemoteVideoStreamAdded. При его получении сохраним VideoStreamId в переменную состояние RemoteVideoStreamId, так же, как это было сделано для локального видео. Вызовем функцию SubscribeToEndpointEvents сразу при получении объекта Endpoint. При работе с событием EndpointAdded важно учитывать, что его поведение различается для входящего и исходящего звонка. Для исходящего звонка данное событие вызывается сразу после создания звонка. Но именно при получении входящего звонка объект Call уже содержит Endpoint. Поэтому для получения объекта Endpoint для входящего звонка нам необходимо получить его напрямую через API call.getEndpoints и сразу подписаться на нужные события. Субтитры создавал DimaTorzok Вернемся к экрану для исходящего и входящего звонков. И поменяем значение параметра isVideoCall на True, чтобы протестировать все изменения. Давайте сделаем звонок с iOS приложения на Android. В звонке между iOS Simulator и Android Emulator мы должны увидеть локальное видео на Android и удаленное видео на iOS. Видео с Android. При использовании iOS Simulator невозможно протестировать камеру, поэтому видео от iOS на Android видно не будет. Однако это не помешает нам проверить отображение локального и удаленного видео. При ответе на звонок Android приложение запрашивает разрешение на использование камеры, что означает, что код для проверки разрешения работает корректно. Звонок успешно установился, однако мы видим, что нет удаленного видео на iOS Simulator и расположение локального видео на Android не совсем корректное. Завершим звонок и проверим настройки VideoView компонентов и исправим стили, влияющие на расположение локального видео. А теперь повторим звонок. Как видите, локальное видео теперь отображается корректно. Также теперь нам надо поправить стили для компонента VideoView для удаленного видеопотока. Давайте повторим тест. И у нас все получилось. Теперь оба видеопотока отображаются корректно. Mission completed. Ну вот и все. А вопросы мы принимаем на почту, которая указана в первом сообщении в чате. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok